Сегодня в выпуске Почему не стоит дарить на праздники домашних питомцев Символ нового 2020 года Это крыса. Что нужно знать, прежде чем заводить этого грызуна? Здравствуйте! В эфире программа о домашних животных камней. Первый выпуск нового года будет не совсем обычным. 2020 год – это год по китайскому календарю белой металлической крысы. И вот не успел он уже наступить, как в социальных сетях и новостях появилась информация о том, что многие люди массово начали выбрасывать крыс, подаренных на новогодние праздники. Мы решили не проходить мимо этой темы, поэтому спецвыпуск будет посвящен именно этим неугомонным грызунам. Зоозащитники грустно шутят, разве что драконов не дарят. После новогодних праздников сотни щенков, котят, кроликов и других питомцев оказываются бездомными. Виной всему китайский гороскоп. Не исключение и крысы. В новостных сводках уже говорят о том, что на улицах находят десятки грызунов после каникул. Любое животное – это превосходный подарок, если хозяин к этому готов. Потому что в целом, честно сказать, крыса как домашнее животное мне очень нравится. Я очень люблю крыс, поэтому для меня это был бы хороший подарок. А если человек не готов к содержанию животного, и он не готов с ним общаться, не готов уделять ему время, то, конечно, лучше не дарить. Кстати, крысы бывают разных пород и размеров, но не все из них можно найти в зоомагазинах. Поэтому особые любители грызунов обращаются к частным заводчикам. Например, у Анастасии пять разных крыс. От них периодически появляется приплод. Каких-то малышей она может оставить себе, а каких-то отдать, ну или продать. Внешний вид у них довольно забавный, хотя многие не любят хвосты, говорят, какие-то они не очень симпатичные, приятные. Интеллект, безусловно, потому что в сравнении с другими мелкими грызунами, которых держат дома, конечно, крысы вне конкуренции. Ну и в целом они довольно милые, забавные, и это удобное животное, если вы хотите себе какого-то маленького милого друга, но не располагаете, например, какими-то большими площадями, чтобы держать каких-то крупных животных. А еще есть отдельные крысы, которых разводят на корм для змей. У Анастасии живут и змеи. Кормить одних любимых питомцев другими милыми существами поначалу было непросто. Первые несколько лет я вообще не кормила там некими живыми, покупала в магазинах есть специальные, в общем, замороженные, подготовленные, значит, для этого дела. Но со временем уже просто как-то, наверное, абстрагируешься. Есть такой момент, что если ты, допустим, там с магазина с того же, да, принес крысу, если ты кормишь, например, ее живой крысой, то вот пока ты ее в руки не взял, не рассмотрел, ее не погладил, не потрогал, как бы еще ничего можно скинуть и как бы забыть, условно говоря. Но если ты там ее взял в руки, маленько потискал, то как бы уже, естественно, становится жалко, потому что они все миленькие, хорошенькие, там глазками, бусинками на тебя смотрят и все такое. У домашних крыс есть темперамент, и они испытывают эмоции. Крыса привязывается к хозяину и улыбается, когда он уделяет ей внимание. Переживает, если кому-то рядом больно или плохо. Крыс можно дрессировать и научить играть в такие игры, как прятки. Крыса замирает, крыса прячется. А когда она находит, например, того, кто спрятался, если это человек, потому что играют в прятки, она, конечно, с экспериментатором, крыса совершает прыжки, которые у многих животных, таких, например, как кролики, и крысы – это признак такой, знаете, радости. Если такой очаровательный питомец, как крыса, появился в вашей жизни, нужно знать несколько правил его содержания. Крысе нужна большая клетка и пара товарищей для общения. У нее всегда должна быть вода и белковый корм, а также фрукты и овощи. Также нужно следить за их зубами и при любых отклонениях обращаться к ветеринару. Нельзя выпускать крыс и гулять без присмотра. Это чревато тем, что вам все погрызут. Но нужно понимать, что этот питомец подойдет не всем. Кто-то боится грызунов, у кого-то аллергия. Но если вы выбираете именно грызуна, крыса – отличный вариант. Это благодарный питомец, который обязательно ответит взаимностью на заботу и любовь. В следующем выпуске «Как котята попадают в приюты для животных? Как выбрать котенка и как подготовиться к появлению пушистого друга?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok